Тему сегодняшнего выпуска я назвал Лезги Хаин. Так Лезгины называют отступников нации. И название сегодняшнего выпуска взято неспроста. Мы уже как-то обсуждали, что Азербайджан, будучи государством зомбированных арминофобов, обзаводится такими же арминофобами. Подобно Ною, который собирал в ковчег каждой твари по паре, Баку делает то же самое, собирая каждой твари по паре из разных стран. Но Ной твари выпустил, а Баку своих тварей наоборот собирает в ковчег. Их пока так мало, что мы их всех пофамильно знаем и не раз их называли. Нашлась тварь и среди лезгин, на статью которого я наткнулся и не удержался. И не удержался не потому, что нервишки колыхнули у меня, с ними-то все в порядке. Не удержался потому, чтобы еще раз наглядно доказать, какие глупцы и невежды могут что-то говорить в защиту Азербайджана. И ничего удивительного, умные люди, зная, как и когда родилось это государственное образование, либо промолчат, чтобы не обижать азербайджанцев, либо от скудаумия или материальной части вопроса начнут нести ахинею. Такой нашелся и среди лезгинского народа, часть которого, благодаря политике Баку, совсем скоро растворится в азербайджанской тюркской нации. А прошлое лезгинского народа, государства Кавказской Албании, станет прошлым азербайджанского народа. И все по вине таких тугоплавких лезгин, как Музафар Великмамедов. Впрочем, этот уже растворился, и судя по мыслям, и судя по фамилии, иначе он был бы, как минимум, Меликмамедовым, а не Меликмамедовым. Что ж, давайте глянем на эссе этой писаки и вернемся на землю. Хотел бы вас попросить дослушать до конца. Уверен, что у многих из вас отвиснет челюсть уже на первых строках писанины Меликмамедова. Итак, читаем. 18 мая исполняется 99 лет славной победе над армянами в лощине Ганлы-де-ре возле селения Дигях, расположенного между городами Кусар и Куба. Как сообщает Салам Ньюс, об этом заявил лезгинский писатель-журналист Музафар Меликмамедов, уроженец этого селения. По его словам, в северный регион Азербайджана в 1918 году армянские вооруженные формирования четырежды совершили рейды. Первый рейд провел Давид Геловани, потом массовое уничтожение совершил отряд Мурадяна. Позже конфессиональные чистки проводил отряд Георгия Струа и, наконец, полномасштабную кровавую бойню учинили отряды Амазаспа. Музафар Меликмамедов отметил, что лидеры армянских националистов хотели воспользоваться творившимися хаосом в период Первой мировой войны для осуществления своих планов по созданию Великой Армении. Местное население вступило в бой с хорошо вооруженными и обученными регулярными войсками армян, вернувшимися с фронтов Первой мировой войны. Но самоотверженность населения не позволила осуществиться планом армян. Документально установлена смерть более 16 тысяч человек из числа местного населения, было уничтожено около 5 тысяч карателей. По информации Музафара Меликмамедова, кстати, автора соответствующей документальной книги «Ганлы Дере» на азербайджанском и русском языках, в 1918 году на севере Азербайджана были истреблены жители 162 населенных пунктов, 27 деревень вообще исчезли с лица земли. Главный бой между армянами и лесгинами, азербайджанцами, татами, бутухцами, крызами произошел 18 мая 1918 года около Дигях. Мусульмане в ущелье, прозванном затем Кровавым, разгромили армян. Амазасп спасся и с остатками армии 100-200 человек по побережью Каспия отступил к Баку. 4 июля 1918 года по приказу Шаумяна в Кубинский уезд была введена 10-тысячная армия. Она в течение двух недель пыталась пробиться в лесгинские села и учинить там еще одну расправу. Отряды самообороны из жителей лесгинских сел, возглавляемые местными предводителями Хатамага Чакарви, Мохубалия Фенди, Алибеком Зизикским отбили атаки армии и предотвратили еще одну резню. По словам Музафара Меликмамедова, история доказала, что армяне враги не только азербайджанских тюрок, но и лесгин и других мусульманских народов Азербайджана. К столетию Дигяхской победы над армянами писатель намерен выпустить второе дополненное издание книги Ганлы Дере. Отметим, что в городе Кусар установлен памятник победителям Ганлы Дере. Увековечивание памяти героев 1918 года и в самом селении Дигях широкое отмечание этой славной даты в республике послужило бы делу патриотического воспитания молодежи. Ну, во-первых, хотелось бы обратить ваше внимание на сам канал под названием Салам Ньюз. Это тот самый канал, который первые за считанные минуты стал распространять недавние майские провокации азербайджанцев армянскому бессмертному полку в Москве и Питере, где проходила армянская колонна бессмертного полка. Очевидно, что этот канал очередной канал в Азербайджане, который занимается провокациями. А все потому, что для азербайджанцев Салам – это всего лишь здравствуйте. А для арабов, откуда это слово, Салам переводится еще как мир, в смысле дружба. Во-вторых, обратите внимание на фамилии армянских дашнаков – Геловани и Стуруа. Лично я всегда думал, что это грузинские фамилии и Стуруа, и Сгеловани – этнические грузины. Но для тупоголовых алиевских приспешников это не важно. Речь же не о грузинах, их цель – армяне. Если бы их целью являлись грузины, то они бы кучу своих бед валили бы на грузин. В-третьих, нам не привыкать, что в Азербайджане историю преподносят со своей стороны, где крайними являются армяне. В том числе и события 1918 года, где главными действующими лицами являлись не армяне, как таковые, и азербайджанцы, а большевики и социал-демократы, среди которых были и армяне, и грузины, отсюда и Геловани, и Стуруа, и азербайджанцы, и лезгины, и русские, и прочие. То есть, если говорить о том, что резню мусульман имеются в виду азербайджанцы, так как раньше они себя именно мусульманами и называли, устраивали армяне, к армянам можно отнести и азербайджанца Мишадия Азизбекова, лезгина Казима Гамеда Агасиева, грузина Джапаридзе, грека Метаксу, русского Фиолетова и прочих. Говорить о том, что армяне расправлялись с мусульманами, вспоминая большевиков, априори называть всех большевиков армянами и дошнаками в одном лице. Тогда можно предположить, что и вовсе великий дошнак Ленин с помощью других дошнаков совершили революцию. Что за бред? Распри большевистские не имели национальности. Среди большевиков кого только не было. Разные национальности. И эти же большевики боролись против армян, которые отказывались подчиниться советской власти. А разнородная большевистская смесь в Баку боролась не против мусульман конкретно, как это преподносят некоторые тугоплавкие личности, а против мусаватистов, большая часть которых были турки и сегодняшние азербайджанцы, вчерашние мусульмане. Меньшие братья турок. Но при чем тут лезгины? Лезгины всегда были лезгинами, как сто лет назад, так и сегодня. А мусульманами себя именовали сто лет назад, как я уже говорил, сами сегодняшние азербайджанцы. И об этом хорошо знают сами азербайджанцы и те же лезгины. Прекрасно это помню. Более того, обратите внимание, в большой советской энциклопедии говорится, революционер лезгин Мухтадир Айдинбеков также являлся одним из руководителей борьбы за установление советской власти в Дербенте, а затем организовывал в лезгинских районах Азербайджана красные партизанские отряды, подготавливая восстания против иностранных интервентов и мусаватистов. В августе 1919 года Айдинбеков был арестован мусаватистами в Тагарубе, Кубинский уезд, и убит в кубинской тюрьме. Иначе говоря, если делать выводы по национальному признаку, то получается, что азербайджанцы убили лезгинского общественного деятеля. А может он тоже армянин Дашнак? И таких случаев масса, когда брат убивал брата, если в семье был один большевик, второй меньшевик. Не говоря уже о народе. Поэтому выводить однобокую позицию, тем более историку, не следовало бы. Хотя, насколько я знаю, он журналист, а не историк. Впрочем, ничего удивительного, учитывая, что этот горе-историк а-ля журналист, прежде всего, выкормыш бакинской власти и бакинского журфака. И только потом он лезгин. Иначе бы занимался внутренними проблемами своих соотечественников лезгин в Азербайджане, а не зализывал бы рану азербайджанской души, кровоточащей по ушедшему Карабаху. Что касается памятника в Кровавой Дыре, Ганлы Дыре, как я это называю, то это территория сегодняшнего Азербайджана. И они, какие угодно, могут ставить памятники у себя. И воевали там не только армяне, повторяюсь. К примеру, после поражения отряда грузина Геловани реконкисту объявили комиссар бакинского фронта грузин Георгий Стуруа, который вызвал на подмогу из Дербента части Красной Армии под командованием украинца Ананченко, чтобы собраться с силами Алибеку Зизикскому. Для этого ему пришлось отойти в Дагестан, в район Ахты и Кура. Я уже даже национальностью подчеркиваю, чтобы тугоголовым историкам было ясно. И что значит победили? Кого победили в Ганлы Дыре? Видимо, журналюга этот Мелик Мамедов большую часть своей жизни провел в постели. И не знает, что как раз большевики, а не их противники, победили. Иначе не было бы СССР и столь любимого им Азербайджанской ССР. Кстати, Мелик Мамедову бы не помешало раскрыть проблемы лесгин и историю того же большевизма. Например, неплохо было бы ему рассказать о том, как на протяжении всей советской истории лесгины обращались к Кремлю, чтобы северную часть Азербайджанской ССР, где исторически проживают лесгиноязычные народы, присоединили к Дагестану. Неоднократно были посланы депеши лесгинами в Москву, где открыто говорилось, что лесгинский народ в Азербайджане подвергают дискриминации и ассимиляции. Их голос в Азербайджане не слышится. Не мешало бы вспомнить об этом лесгинскому журналисту-писателю. Или напомнить ему. Также не мешало бы лесгинскому журналюге поднять вопрос сегодняшней азербайджанизации лесгинского народа в Азербайджане, которого с годами все меньше и меньше. И задаться вопросом о том, куда делся бакинский филиал Дагестанского университета. Единственное место, где готовились кадры по преподаванию лесгинского языка. Также задаться вопросом о том, почему древнее государство Кавказская Албания, о которой писали Геродот и Страбон и населяли их предки, сегодняшних лесгин и удин, вдруг стали именовать в Баку древним азербайджанским государством. Вот о чем нужно писать и говорить лесгинскому историку, или кто он там, журналисту Мелик Мамедову, а не очнее нести про большевиков и дошнаков в Гаун-Лидере. В самом центре Баку этим самым большевикам и дошнакам одно время стоял огромный монумент десятки лет, куда приезжали фотографироваться новообразованные семейные пары, а теперь вдруг они оказались врагами? Ну-ну. Радует, что лесгинский народ куда выше этих армянофобов и предателей. Под статьей имеются комментарии от самих лесгин, и все как один недоумевают, отчего этот недоумок поднял среди лесгин армянский вопрос, имея кучу проблем у собственного народа в новообразованном тюркском государстве Азербайджанской республики. Другого и ожидать бы не приходилось, потому что лесгины и армяне веками жили бок о бок задолго до того, как в регион ринулись тюркские, огурские, разноплеменные кочевья, состоящие из подаров, карапапахов и прочих, занимающихся ничем иным, как разведением скота людей. Отсюда и народные прозвища нынче потомкам подаров – ЦАП, а самих азербайджанцев так и называют до сих пор – подаралами и кожарами. Не будите лихо, пока оно тихо. Вы – уродливые существа, сталкивающие народы. Ведь вы же сами, ублюдки, первыми спрячетесь и будете прятать своих детей в случае очередной войны в Карабахе. Неужели история так вас ничему и не научила? И лесгин не трогайте. Это не их война. Это ваша война, которую вы в свое время дружно просрали. Удачи!